здравствуйте здравствуйте сегодня 7 июля 2016 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии сергей ильнур и дмитрий у нас да у нас прямой эфир вещаем из саратова с волги из россии до новой исторической эпохи осталось 585 4 4 584 дня вот так видно пошел эфир сегодня вот только новость пришла такой день все ничего не наш что-ли анатолий сальши скрипай умер это великий музыкант ректор бывший ректор саратской консерватории профессор и тела который играл великую музыку совершенно просто невероятная в общем может быть любовь к музыке свою получил слушая скрипая я первый раз услышал в ней восемь лет был так что для камеру включили еще одну и последняя наша встреча хочет расчувствовался и ведь нами последний раз как не знаю вроде сорок третьего года рождения не старый человек ну вот так бывает жалко очень потому что человек который сам был великим музыкантом и который был еще великим педагогом это вот редкость музея чтобы человек сам умел играть супер да а еще мог написать научить то есть как папа моцарта дала там ну сам не знаю как играл моцарта научил а вот скрипай он и сам играл великолепные научил очень много прекрасных музыкант совершенно невероятно и вот как-то я помню разговаривал в москве с людьми и как-то про анатолий аксаныч говорил они где дачу у вас там саратов где-то кто-то играет что-то как-то я вот тогда сказал и вот сегодня повторил уже несколько раз что для музыканта главы не место где он играет а уровень игры и всего места не имеет вообще никакого значения вообще чувство юмора у человека был потрясающие я помню ржать меня заставлял все время при каждой встрече однажды мы говорили про уважаемый человек я не буду фамилию называть и он год ну к этому дали за сраку и вы за чего дали могут за сраку я думаю за какую сраку за какую заслуженного работника культуры за сраку то есть любил он по прикалу царство небесное побольше таких людей было музыкальном мире потому что еще и человек очень прилично да у нас сегодня с этими событиями тут все спрашивают что там произошло но в общем твой рассказали так коротко никиту кгбшники фсбшники после нашего эфира выпустили то есть это воздействует очень крепко мы причем я там предлагал павленского пригласить к уже начали искать телефон павленского во-первых оказались двери железные да то есть они подготовились а во-вторых никиту уже смотрим выпустили ну ладно в общем так вот спрашивают вопрос задавал задают а если путин сдох такой вопрос да ну что происходит если так сейчас выборы представляете в общем-то это коллизия закона если на самом деле рассматривать потому что после выборов правительство госдумы уходит в отставку да а в случае смерти президента то по закону исполняет обязанности премьер-министр сто дней а как он будет исполнять министр обязанности если правительство уходит в отставку да вот парадоксально совершенно ситуация которая в конституции не прописано и в случае если принимается решение что премьер в отставку то тогда следующим по списку это представитель сайта федерации то есть вальд матвиенко у нас со своими этими красными причиндалами да и все нормально то есть хорошая хорошая была бы ситуация конечно очень хорошая письма нам пишут пишет здравствуйте вячеслав не так давно начал смотреть ваш канал пока что родился один вопрос вот вы все время говорите что сошлете коррупционеров на пляже колымы и индигирки я же ему живу на этой самой колыме в городе магадане места тут о которых вы говорите обладает девственно природной красотой там чистейший воздух и вода вопрос зачем все эти ребята нам тут нужны позорить все это нет я согласен абсолютно они там не нужны тем более когда мы говорим про пляжи индигирки и колымы мы имеем ввиду северную часть они не южный магадан да то есть как кто-то говорил да лучше северный кавказ чем южный магадан но на самом деле так оно есть это южная часть колымы магадан а есть еще северный северный ледовитый океан в общем то когда мы об этом говорим мы имеем ввиду у нас вот еще управляют мы видимо оговорились но это мы совершенно случайно не 584 до новой исторической эпохи а 4484 конечно безусловно 484 ты что так нельзя это случайность да и этот же человек который нам пишет про магадан и из магадана вторая часть письма к вашей позиции я отношусь пока что с недоверием и нейтралитетом я абсолютно не хотел бы повторение 90-х годов пусть тогда я даже был ребенком но помню что такое бедность что такое заваривать часть одного пакетика три раза ну и так далее но вот собственно наверное хочется этому человеку сказать что мы-то как раз не хотим повторение 90-х в которые нас активно очень стройным шагом ведет да не в 90 на гораздо худший период девятнадцатый век до нас гов гораздо худший период втаскивают а мы руками и ногами упираемся тут пишут у нас камера заляпана я чё честно говоря не вижу вроде у нас вроде на нашей картинке все в порядке на нашей картинке все в порядке это может быть помехи какие-то не знаю к вопросам да давай к вопросам к новостям да да таки новостям два взрыва прогремели в больнице на юге франции там какие-то баллоны взорвались дали чё там произошло в общем как какой-то улетел газовый баллон его нашли но вся франция на ушах думали что опять началось то есть это вот уже такой будет синдром парижский синдром его назовем как где-то лопается колесо это вот я когда был маленький то ветеран войны они вот были моложе чем я сейчас более молодые вот когда раньше обычно ну вот зилы ездили там зилы зисы всякие это пердят он такой звук производил то есть выхлоп такой громкий очень был или лопалось колесо вот когда это происходило нужно было видеть реакцию большинства это реакция была это имел не испугает такой значит ну как бы они уже профессионально они уже настолько то вот где-то на уровне подсознания на уровне я не знаю подкорки они уже принимали какие-то решения то есть сразу же они реагировали на это то есть мобилизация была тогда в метро на тайване произошел взрыв есть пострадавшие мне там тоже что-то взорвалось не пойми чего вот медики спасатели ну узнаем побольше это в тайбее произошло то есть то ли теракт то ли не теракт в общем то интересно пишут что валеру мы забыли фсб валера не фсб просто сегодня отдыхает для валерси с делами за в испании разъяленные быки травмировали четырех человек ну это классика в испанской помплоне это случилось то есть иногда людей там убивают быка быки и знаешь честно я скажу меня могут кто-нибудь там сейчас опять наши там какие какие-то смотрят на предмет того что мы все-то скажем какую-то гадость так вот меня могут признать человек ненавистником знаешь почему потому что когда я вот вижу как быки мочат людей там ну вроде ведь сами напросились а вот когда я вижу как убивают быков мне их очень жалко представляешь то есть я испытываю какие-то вообще жуткие чувства я один раз ходил на корриду и конечно никогда в жизни больше туда не пойду и то что видел мне просто потрясло во первых я думал что этот мне ну я понимал что быков будут убивать но я не не думал что их убивают так как как-то вот я не знаю нелепо что бы совершенно как беспомощно все это происходит как какой то есть из четырех дорадоров которые убивали четырех быков трое были тяжело травмированы это вот я видел и записал все на видео на когда-нибудь показать тоже будет эта редкость музейный такого не случается то есть последний тора адор которого бык шарахнул он улетел он все-таки вернулся и он не мог одеть тапочки свои был босиком потому что не ноги отекли у него была пробита рука ему и все время заливали и обезболивали да причем вот первый значит аэродор он пытался заколоть быка у нее не получилось по 2 сабли у нее короткая и он должен в голову ударить и он начинает ударять в голову а тот мотнул головой сабли улетела и ранила девочку на трибуне люди возмутились начали тапками кидать ну то есть жуть какая-то происходила вот я говорю из четырех тарадоров трое было ранены быков этих убивали каким-то совершенно зверским образом все это был так страшно я пришел со своим сыном туда маленьким и мне даже ему сказать нечего было то есть мы пришли какой-то зрелищ посмотреть нам сказать что это все нормально и но я уже взрослый человек был тоже дурак притащился туда никогда больше не пошел но это них национальная традиция может быть конечно это и точно не наш традиция направлявшийся из москвы в петербург сапсан застрял в твери да сапсан там счет застрял а чем застрял никто не говорит по техническим причинам за счетом произошло какая-то совершенно странная ситуация и мы говорили в общем что сапсанами такие проблемы будут случаться потому что ну все там как все там не так да помнишь доктор у меня не стоит да у вас и висит не так в общем если это сапсан ездит со скоростью который в два раза меньше чем все скоростные поезда другие в мире да то понятно что он будет еще и в два раза чаще ломаться просит все таки протереть камеру у вас вот здесь вот салфетка лежит я думаю это немного времени займет ну на протри тогда подышать на нее или чего-то не не просто вот сам объектив потрите хуже точно не станет ладно мы сегодня и транспортировали к зданию саратского фсб поэтому она вообще все удивились что я пришел к зданию саратского фсб сам такой такой улице улице дзержинского город саратов чем я не могу ее посетить кстати я думаю теперь многие понимают что я нахожусь не в этом не в гетеборге не в вильнюсе там к члену я думаю сторонники таких теорий скажет что вы взяли себе частный самолет и прилетели специально ради и частных кгбшников взял частных как танцов куда таким вот танцовка так а ладно экипаж пропавшего в хакасии частного вертолета вышел на связь говорят если камера чистая то вячеслава аривов я участвую смотрю в камеру в эту и не вижу никакого аривова может да то не пропал он вышел на связь да это частный вертолет но обратите внимание что в красноярском крае это уже не то что не первый случай это уже система верта у вертолетов отрубается связь это почему происходит помните вы говорили про два вертолета у которых отрубил связь про потом они оказались ними восьмые а тоже вот робинсон ну какая разница там радиостанции везде одинаковые так скажем или почти везде одинаковые так вот странная ситуация что там происходит красноярском крае я не знаю но люди которые там живут они должны иметь ввиду что почему-то пропадает связь а если он пропадает в какой-то причине значит какая-то физическая причина то есть это не а это многие вот не понимают ну не многие некоторые не понимают о чем мы говорим почему вы сегодня были на улице дзержинской и так далее на нашем канале есть предыдущее видео кто-то может быть просто заходит именно когда у нас трансляция идет вы можете после эфира посмотреть предыдущие видео она короткая и со всеми объяснениями что у нас сегодня происходило но и на нашей группе в контакте есть ссылки на новостные порталы нашим друзьям из волгограда я тоже передаю привет видео сегодня мы не сможем поставить у нас технические проблемы вот завтра ваше видео обязательно поставим и сергей его поставит и в общем-то все будет нормально мы его прокомментируем так что все будет хорошо не спрашивают приедем ли мы в красно в красноярск я надеюсь приедем конечно там у нас есть соратник которому давно обещаем передать привет связаться по скайпу александр федосинька привет привет в прямое жильцов эвакуировали из-за угрозы обрушения дома классический вариант но только дом 85 года в уссурийске хотя я был как-то один раз жизни в уссурийске только в девяносто восьмом году прилетел я на аэродром военный воздвиженка выехали мы с этого аэродрома меня потрясло что дома которые стоят там по крайней мере вот в этом военном городке и дальше они с одной стороны зашиты кровельным железом это пятиэтажки а вот все торцевые стены у них зашиты кровельным железом вот этим оцинкованным ну просто то есть берутся листы железа и прибиваются этими дебелями пистолетом строительным пристреливаются вот это вот такое я увидел я не понял почему спросил местных они говорят ну вот там влажность ветра там туда-сюда я подумал что какие-то другие материалы возможно есть интересно вот там эвакуирует людей из домов 80-х годов а когда у нас будут эвакуировать людей например заводском районе из домов 19 века да ну не 19 даже века а те которые строили эти или немцы немцы да там они еще страшнее или дома лугутенко у нас который архитектор лугутенко расселяли который просто все вот как эти как бочки стали еще помимо этого очень высокие показатели радиации давали что очень интересно да в екатеринбурге начатая проверка в связи с несчастным случаем на территории автозаправочной станции лукойл вот тут спрашивают приедем в екатеринбург да и поедем красноярск конечно в екатеринбург потому что ну это огромные города и там наши зрители там наших избирателей там наши люди мы обязательно должны там со всеми встречаться и в общем то я думаю будет результат очень хороший лугутенко дома нет лугутенко был архитектор и неплохой который по французской технологии стали строить эти панельные дома но их построили там пятидесятом году двадцатого столетия и они могли выстоять только там 40 что лет или 35 ли вообще слышал что 25 за ну может быть там но как раз оснастить их стали в двухтысячных годах когда уже вообще караул нет причем их даже не все снесли и у нас там до сих пор целый квартал заброшенный на тех стекле да целый квартал заброшенный поэтому если кто-то может быть хочет снимать постапокалиптический фильм мы приглашаем вас в саратов у нас здесь микрорайон целый заброшенный есть следователи в пятницу потребуют ареста вежливого насильника а ну вот про это лукойл мы не сказали сказал ты сказала я не сказал да то есть на автозаправочных станциях эти взрывы происходят так что будьте предельно аккуратны потому сейчас с точки зрения техники безопасности уже ничего нигде не соблюдается уже всем все пофигу то есть все пошло в разнос так что будьте не только там на заправках аккуратно вообще везде да вот вежливого лося поймали чё ты говоришь я хотел спросить не видели ли вы видео очень известно недавно она появилась зимой где женщина подходит на заправке к мужчине который заправляет автомобиль но незнакомому мужчине спрашивают у него видимо прикурить он ей не дал прикурить и наверное как-то резко ответил она в общем спросила у другого мужчину зажигалку облила ему машину бензином и подожгала на заправке чё-то знакомый да но к счастью там никто не взорвался и не умер но тем не менее то есть нужно быть еще и адекватными помимо того что аккуратными вежливый начале насильник да ну вот вежливого лоси поймали вот не знаю будут его теперь судить конечно вот просто вежливым и никого не насиловать был вообще все классно конечно изнасилование это очень тяжкое преступление какой вежливый человека бы не совершал он должен на мой взгляд все-таки попасть в тюрьму но какая-то на самом деле странная ситуация с этим вежливым насильником я думаю что со временем информации будет больше но я не удивлюсь если там и девушка мягко говоря не совсем была против этого вежливого насильника а потом по каким-то причинам сказал да он меня изнасиловал там вообще страх жуть почему она это сделала даже загадочная русская душа потому что он не предложил ей выйти замуж нет либо у нее уже был свой личный вежливый насильник и один вежливый насильник узнал про другого вежливого насильника и произошло это скорее всего я вспоминаю как у одного опера жена пропала на 7 дней и пришла домой в общем состояние похмелья получила сразу в рог после чего заявила что ее изнасиловали когда тащили писать заявление она написала что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей мужчин которые в неизвестном количестве изнасиловали ее между таким-то и таким-то числом в неизвестном ей месте в неизвестным причинам был все понятно у берегов ливии захвачен корабль с тремя российскими моряками продолжение опять этот кадыров будет вызволять в общем был бы неплохо если бы вызволил опять попавших в плен моряков ну как мне кажется по другому должны вот эти вопросы связанные с пиратством решаться то есть сейчас все эти международные морские конвенции они предполагают что оружие на корабле может быть только у капитана это сейф в сейфе пистолет но на самом деле мы видим сейчас где-то очень опасные районы мореплавания там японское море это и часть индийского океана и у берегов сомали там всякие вещи вот средиземное море поэтому мне кажется если как-то он изменит свое представление о мореплавании и корабли такого рода гражданские будут вооружаться а не только бронзбойтем там будут отбиваться от этих пиратов то я думаю что будет всем хорошо от этого вот спрашивают и мы об этом не сказали что с лестницей вчера мы рассказывали скажи про лестницу про лестницу докладываю как и обещали сегодня мы в большом достаточно составе пришли туда на место порядка 10 или 11 часов утра было то есть с утра мы пришли и там уже было достаточно много рабочих я даже сказал очень много то есть там работа на самом деле трем людям достаточно там было наверно человек 10 вот и нет ну там было трое рабочих еще там сколько-то народу которые стояли там и смотрели на все дело вот но чем нам удалось узнать что туда приезжала прокуратура туда приезжала представители из волжской администрации и самое главное что вчера материал про эту лестницу показали по первому каналу то есть получается что одновременно с вчерашним нашим эфиром в 21.00 еще и по первому каналу показывали в эфире про эту лестницу ну что именно повлияло скажем так на такую оперативность действия нашей администрации непонятно но как бы так или иначе мы уже видели что там лестница как бы начинается ее ремонт вернее строительство потому что заново нужно делать и я думаю что в ближайшее время там через пару дней мы туда придем посмотрим насколько там все качественно сделано но хотя я думаю в данном случае все будет сделано качественно мы увидим какую-нибудь очень толстую рожу на очень большом баннере которым зависит половина дома с надписью что это сделано при поддержке толстой рожи но так или иначе нам был важен результат результат какой чтобы люди могли спокойно перемещаться спокойно попадать к себе в дом из него выходить так или иначе этот результат достигли поэтому мы не обижаемся уж пускай лучше так пропагандирует там свою вашу как вести себя фсб да как и везде то есть не ссать ну на имя главное так когда меня спрашивают как 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 там как там в ответ всегда будет один и тот же автомобиль следственного комитета сбил женщину на зебре в центре москвы да вот они теперь проводят проверку интересно кто же там был за рулем только там был водитель в трусах да ведь мог быть и не водитель мог быть его начальник странная вообще ситуация конечно больше информации на посмотрим в москве из автозака пропал криминальный авторитет из клана деда хасана как тут видишь барсеточники украли барсеточники его украли из этого интересно конечно как из автозака вот тут тоже нужно нужно больше информации потому что там же он охранялся вопрос этим охранником будет задом куда куда гринь кудели помнишь причем парадоксально то что произошло это еще две недели назад но произно но известно стало об этом только сегодня то есть я представляю если там при этапировании исчез из автозака какой-нибудь тот же самый павленский или я не знаю любой другой экстремист вот фашист и так далее я думаю что там тут же интерпол бы подключился к розыску а тут нету две недели назад пропал они наверное там ходили по углам по углам смотрели автозака не затерялся ли не завалялся ли он где-нибудь там я думаю ситуации как у велера в этом раз нами это у него рассказ когда украли знамя пропало знамя полковое и там у начальника одного уровня дал время до смены караула дежурных то есть сутки начальник другого в уровне дал уже до конца недели потом там я не помню до конца месяца и так далее все они искали искали знамя потом пришлось все-таки доложить так и здесь они тоже наверное начали хотели его своими силами как-то выловить найти договориться а потом но ведь уже нет не получается придется хотя могли бы вытащить любого кренделя сказать ты будешь им иди сиди все нормально ну чтоб проблем не был причем сейчас в современных тюрьмах да мы достоверно знаем что личные дела вот человек туда попадает личное дело только карандашом известный случай когда новый сотрудник приходил начал что-то ручкой писать его сразу в жесткой форме выгоняют лишние дела сейчас в российских тюрьмах пишется только карандашом для того чтобы могли выдернуть нужного человека замужем скажем под сумму хорошо тем временем хорошую них работа тем временем в киеве угнали бронированный toyota land cruiser главы одесса одесской областной администрации михаила саакашвили стоимостью около 6 миллионов гривен я понимаю так что это еще вчера произошло да это тут много вокруг этого всяких домыслов тут уже группировку какую-то нашли которые это сделала в общем все очень интересно участь но посмотрим нужно еще информация вот саакашвили сказал так так чувство не могу понять ну ладно в общем не важно что сказал в данном случае саакашвили важно конечно что если бы это было просто toyota land cruiser бронированная хоть десять раз никто бы внимания не обратил а вот toyota land cruiser который войс саакашвили конечно привлекает очень серьезное внимание при этом это не ходовой автомобиль на вторичном рынке ну да мальчик почему вы не выложили свой маршрут а еще нет никакого маршрута куда его выкладывать маршрут пока отсутствует мы сидим в саратове когда поедем по россии тогда будет и маршрут но мы пока живем саратове не сидим саратове ну я имею ввиду да я понял да я как-то не никогда не боюсь таких слов так что да ну от тюрьмы от суммы не зарекайся как и спокойно козлодой в сядем усе согласен вот в сша бронированных автомобилей нету сша женщина сняла на видео как умирал ее парень расстрелянный полицейским для страшное видео ты мне там чуть-чуть показал я так понял что он залез в карман чтобы достать документы а его застрелили причем четырьмя выстрелами да то есть одного было мало чтобы застрелить и тут сразу же появились толпы людей которые говорили это все из-за того что в америке свободное ношение оружия и полицейский подумал что если бы он достал оружие то он начал бы стрелять первым но я так предполагаю что в россии таких мягко говоря не уравновешенных полицейских ничуть не меньше которые стреляют по людям и при этом мы-то как раз ответить ничем не можем да нет даже дело не в ответе делал дело в том что во всем мире к сожалению в полицию идут люди которые до этого уровня не доросли еще то есть это должны быть очень выдержанные люди вот мне чем нравятся полицейские в англии а те полицейские которые носят там форменную вот эту одежду с этой вот шапочкой такой на голове это в основном очень взрослые люди то есть те которым там под 40 лет которые уже жизнь прожили ну не всю конечно так сказать долго находится в сознательной фазе имеют большой жизненный опыт вот они конечно умеют обращаться с людьми и не боятся вот это самое главное там же главное здесь вот в работе полицейского также как и вообще не с кгбшникам главное не ссать охранник московского гей-клуба избил инварида колясочника вячеслав как вы относитесь к протестантам так как последователям марсина лютера как и я отношусь как к людям которые однажды в 1525 году да если мне не изменяет память ну последователи вернее тех людей которые там в 1525 году накрутили хвост тогдашней путинщине да только в церкви время от времени надо путинщине во всех местах накручивать вот еще вопрос я чеченец из чечни просто человек очень интересуется как я понял когда вы придете к власти то вы выбросите кавказ и составы российской федерации я чеченец и патриот россии и хочу жить в россии что будет делать такие люди после 5 11 17 во первых такие люди имеют право слова сказать мы живем в каком обществе таком обществе где никто не имеет права слова мы хотим чтобы народы имели права слова все народы чеченский народ в том числе ну и русский народ чтобы имел право слова поэтому что будем делать послеٰ в 11 договариваться ученым еще остается делать не воевать же воевать мы точно не будем это я гарантию но и мы говорим все-таки о самоопределении республики они о том что кто-то кого-то выкинуть до охранник московского гей-клуба избил инвалид колясочника охранник московского гей-клуба причем непонятно там чуть делал инвалид в этом гей-клубе и непонятно зачем охранник он начал бить и говорить что он афганец в общем может он четку рнул не то этот охранник ну и не знаю странная какая-то история вот этот инвалид колясочник руководит благотворительной группой защитой помощи а также являются главой движения труденок такой странное название помогающие выпускникам детских домов найти работу и при этом каким-то образом оказался гей-клубе спецназовцы ликвидировали в дагестане семерых боевиков ужасно конечно там ситуация в дагестане причем мы живут только со слов сми знаем что это боевики а кто это такие вообще фиг ее знает может вообще никакие не боевики обычные люди да и боевиками после смерти становятся все кого называют боевиками то есть достаточно шлепнуть человек и сказать что это боевик и все и вопросов нет никаких потому что убивают эти же потом расследуют эти же все все документы составляют эти же и в общем одни одни и те же пока вокруг поэтому какая-то очень жуткая ситуация какой-то порочный круг из которого кавказ никак не может выйти то есть вот там есть некие бандиты которые ну там где-то в лесу да а есть другие которые в общем-то являются правоохранителями да и все и нет выхода ну то есть вот заголовок например в дагестане убиты 7 членов преступной группировки и сотрудник фсб ну то есть читай 8 членов преступной группировки только разный логично предельная численность сотрудников мвд увеличена почти на 65 тысяч человек это путин у нас подписал это безумие вообще я не знаю где путин говорят что он пропал куда-то я понимаю что подписал он это давно или от его имени подписали но представляете россия на третьем месте по количеству полицейских после белоруссии брунея и вот третьей россия и еще оказывается надо сколько 65 тысяч ночи вообще оттас просто оттас вы посмотрите цифры и когда говорят что путин такие же имеет цифры в правоохранительных органов как при сталинском режиме так и паранье при сталинском режиме был меньше гораздо меньше здесь сейчас больше и нам говорили когда милицию в полицию переименовывали что будут там какие-то немыслимые сокращения рассказывали и так далее сейчас какие сокращения вы посмотрите плюс 64000 просто жизнь не я понимаю но чем хуже тем лучше срок кормить не чем будет но это понятно что вот эти 64000 это деньги которые забрали у врачей учителей у пенсионеров и так далее то есть ну жуть самое интересное что количество тех кто по сути должен спасать людей этого те же врачи медсестры тогда то подобно падает ежегодно то есть может все таки жизнь надо спасать а не губить да и напоминаем вам о необходимости ставить лайки нашему видео если вам нравится сегодняшний эфир поставьте лайк от продвигает нас в топе youtube а мы уже стабильно находимся в 3 и 4 десятки топов youtube и я думаю что со временем мы сможем продвигаться все дальше и дальше это привлекает к нам новых сторонников и новых зрителей сноуден назвал подписание пакета яровой черным днем для россии спрашивает мальцев по соц опросу от навального рейтинг парнас 1 процент достоверно ли это прокомментировать пожалуйста не хочу спамить это конечно не достоверно потому что как 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 не парадоксально рейтинг 0 0 рейтинг понимаете ситуация какая вот этот 1 процент который запар нас он возможно не будет голосовать за мальцева да поэтому на у нас сверх задача на оторваться от дна от нуля и набрать такое количество чтобы преодолеть 5 процентный барьер а для этого надо набрать 15 процентов потому что будут списывать будут каруселить будут сидел все что угодно и поэтому сверх задача с нуля набрать 15 процентов поэтому с точки зрения парнас одного процента навальный абсолютно прав я согласен а вот с точки зрения так сказать вот этого голосования тут даже я говорю не один процент а 0 поэтому будем работать куда деваться усилите охрану славе когда 90-е годы я помню спрашиваю зачем мальцева охранник элитков который был моим охранником который сейчас выдвигается от города саратов до в городскую думу он говорил что славе нужен охранник только с единственной целью чтобы его удерживать удерживать могут вот я армстер рейтлингом там этим занимать но действительно физически очень здорово то он говорит я могу славу сдержать поэтому меня держит в качестве охранник то есть обычно охранники охраняют своего в общем-то клиента а даже охраняли от клиента поэтому сейчас вот у меня нет охранника поэтому не рекомендую как мне ничто вас не спасет бегите глупцы сноуден назвал прописание пакета яровой черным днем для россии ну что тут можно сказать черный белый день госдума приняла совет федерации проголосовал там путин подписал не путин я не знаю но сам само подписание черный день черный день то что россия дошла до того что огромная масса людей соглашается на это соглашается на то что 14-летних можно сажать за там какие-то лайки репосты я не знаю как террористов и вот что в голове у этой яровой вот я хочу лично и спросить сказать слушай что у тебя в голове с 14 лет почему человека можно сажать за терроризм и экстремизм то есть потому что он осознает общественную опасность своих деяний то есть он осознает общественно опасные последствия правильно яровая скажет она мне конечно правильная а а про правильно а что же тогда мы не разрешаем этому человечку 14 лет голосовать то есть власть он выбирать не может а у него не хватает соображалки а соображалки хватается чтобы мы его посадили за терроризм и экстремизм это охренеть не встать ему эту этого человека извиняюсь трахать нельзя 14 лет до а сажать этого человека можно трах нельзя у маленький а сажать можно он большой чё у тебя в яроваев башкета да и у вов да у вов я даже не спрашиваю еще самое веселое с 21 года ему только позволит купить водки то есть у нас сидит за терроризм выйдет а ему 7 лет переме очку осудили за проведение праздника во дворе собственного дома да причем анастасия мальцева ее зовут вот сереж подметил на мальцевых какой-то наезд пошел прошел на мальцевых она во дворе своего дома какой-то праздник проводил какие-то плакаты вывешивала и и ну это на 1 мая насколько я понимаю был ее теперь вот оштрафовали на на 20 тысяч рублей удивительно но прямые в своем дворе не хозяева нихрена то есть нельзя там воу путин воу путин главный в нашем дворе этот управдом блин швонзер мы предположили что возможно участковый просто такой запыханный забежал в кабинет к своему начальнику и закричал там мальцева праздник и они не поняли подумали что мальцева то вячеслава праздник и думают алла ставится там всех оказался там но не повезло в общем девушки с фамилией или наоборот я думаю повезло в мегафоне предложили ввести дополнительный налог для операторов сотовой связи письмо какой-то мальцев мальцев вы старый дурак вас целую неделю предупреждали о сегодняшнем ударе а вам предпочтительные письма с дефирабами о каком ударе смерти скрипая об этом предупреждали я не понимаю так понимаю а будто я знал про утренние события о чем вы говорите мы правда спланировали что они будут 5 июля они случились седьмого ну чем не предупреждать вы что думаете я не знаю что ли ничего странные люди я может и старый дурак но мы не настолько глупый да и о том что эти удары будут дальше все как бы и мы знаем направление главных ударов так что не волнуйтесь в общем-то напоминаем всем нашим сторонникам что если в скором времени появится какая-то новость о том что мальцев торговал героином на рынке города саратова килограммами до детей живых детей ел не самый главный я имею ввиду что вот относительно всяких подбросов да ну вы же понимаете что и надо быть идиотом чтобы возить с собой сейчас оружие там боеприпасы наркотики и так далее или там прятать их в своем офисе в своем доме вы понимаете ли там какие ну как какую-то компру то есть если в результате каких-то обысков вдруг изымут какую-то фигню тут понятно будет всем что тем более если там не будет на этой фигне никаких частиц моих то понятно что это подброшена фигня как уже было неоднократно второй микрофон тише говорят это не вопрос обычно говорят наоборот громче для в мегафоне предложили ввести дополнительный налог для операторов сотовой связи но в общем все подходит к тому о чем мы говорили помнишь то есть меня спрашивали зачем вот тут все прослушка и так далее мы говорим что прослушка идет и сейчас просто 4 все остальные кто этим занимается они хотят чтобы оплачивали это мы мы раз это оплачивает ну то есть это 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 такое в спецслужбах этот платон спецслужбовский платон да то есть мы платим с дороги еще мы платим Платону. Так и здесь. Мы платим этим спецслужбам, еще мы должны платить им за то, что они нас пишут, а они уже нас пишут. Так что, вот такой вот. Двойная оплата такая. Мафия проникла во все госструктуры Российской Федерации. Об этом заявил генерал-майор МВД Владимир Овчинский. Он еще 3-го числа это сказал, а вот информация появилась только сейчас. Ну, в общем-то, он сказал правду. Действительно, во всех госструктурах России работает мафия. И, в общем-то, я думаю, что каждый, кто с этими госструктурами имеет дело, в этом может лично убедиться. То есть, получается так вот, есть определенные спецслужбы, которые обеспечивают режиму жуликов и воров вот этому мафиозному режиму спокойное, относительно спокойное существование. Вот то, с чем мы сейчас столкнулись. Я знаю одних людей, которые сейчас сказали этот там как Владимир Овчинский. Нет в России мафии. Никакой. Нет, никакой. Нужно понимать, что Владимир Овчинский это, я так понимаю, действующий генерал-майор, известный криминолог и в прошлом возглавлял российское бюро Интерпола. Поэтому, я думаю, что человек компетентный говорить об этом. Несанкционированный детский палаточный лагерь обнаружен в Татарстане. Представь, я так понимаю, что в этом несанкционированном детском палаточном лагере ничего не случалось. Там все в порядке. А вот в санкционированных там и травятся, и тонут, и что хочешь, и током бьет, и падают столбы, и качели, и падают, и ворота, в общем, все падает, а в несанкционированном все нормально. Мы это прекрасно знаем по городу Саратову. Я знаю, как организовывался здесь в течение многих лет палаточный лагерь в городе Энгельсе. Прекрасный палаточный лагерь. Он организовывался прямо рядом с обычным детским оздоровительным лагерем. Так вот, этот палаточный лагерь задолбали всевозможными проверками, и очень не хотели его согласовывать, причем каждый год одно и то же. Однако, участники вот этого детского лагеря, который стоял рядом, которые не задолбливали проверками, они приходили в этот палаточный лагерь покушать, помыться, пообщаться с людьми, потому что условий, соответствующих в их нормальном детском оздоровительном лагере, не было. А вот в палаточном лагере такие условия были. Да, и вот сегодня сообщили о закупках со стороны МЧС. Они оптом покупают очень дорогие квадрокоптеры. Цена превышает практически в три раза рыночную стоимость. Ну, и нужно понимать, что идея использовать квадрокоптеры в МЧС, она появилась, по-моему, года полтора или два назад, когда были вот эти массовые лесные пожары, и говорили о том, что предотвращать их с помощью людей, чтобы они там ходили и разведывали, это очень долго, дорого и неэффективно. И поэтому они решили более дешевый, быстрый и эффективный способ найти. Но, видимо, в их понимании покупать в три раза дороже квадрокоптеры, которые на деле стоят 50 тысяч, они их покупают за 210, это вот мы сейчас такую информацию нашли, посчитали. Наверное, в их понимании это намного более дешево, эффективно и надежно. Так, это спрашивают, будем ли в Калининграде, будем, конечно, постараемся обязательно приехать, очень мне нравится город Калининград. Вот, квадрокоптеры, вот эти 190 тысяч, ты сказал? А тут вот пишут 190, и стоимость их розничной 70 тысяч, ну, небольшое расхождение, если честно, и, конечно, удивительно, вот это вот, что все, что закупаются нашими государственными органами, все стоит каких-то немыслимых денег. Не, я понимаю, что они крадут, но вот хоть бы один раз они нас удивили и не украли, вот единственный раз взяли бы и не сперли ничего. Я вспоминаю, как попался солдатик, украл, он, компьютер и ноутбук украл. Нет, ноутбук, да, в этом, в Горном, да, и тогда цена была у них по 15 тысяч рублей, оптовая цена у таких ноутбуков, справку предоставили военную прокуратуру, 86, что ли, тысяч рублей стоимость, представляешь. Первый чартерный рейс в Турцию не смог вылететь из-за бюрократов, из-за Вова Путин, что ли? Ну да, практически, то есть, там какие-то бумажки не подписали, вот эти вот все ведомства, которые выпускают в полет, в полет, которые в Росавиации, там заявили, что ждут разрешающего постановления правительства, то есть, такой фактической бумажки, как Филипп Филиппович требовал, такой, дайте мне фактическую бумажку, чтобы вот можно было выпустить. Мало того, чтобы подписали всякие указы постановления, это мало, надо еще какую-то фактическую. Силуанов тем временем заявил, дефицит бюджета России в 16-м году составит 3,3% от ВВП. Удивительный Силуанов, весь бюджет России это 10% от ВВП, а 3,3% от ВВП это треть бюджета России. Представляешь, люди читают 3,3% до фигня какая, когда треть бюджета дефицит составляет, то это уже не бюджет, бумажкой можно пойти и подтереться. Если даже 5% дефицит или 7%, это уже не бюджет, это уже фигня. понимаете, а треть бюджета, ну, что это такое? Это можно также смело работать по 1,12%, взять там доходы и разделить их на 12 частей за год и нормально и жить пенсионерам, инвалидам, тем, всем и будет гораздо лучше, кстати. и доходы и доходы бюджета России рухнули на 12%, вот нам говорят и, в общем-то, Силуанов тоже с этим соглашается. И тут вот разные цифры, дефицит составил 4,3% ВВП, ну, то есть, еще больше, то есть, практически это уже близится к половине. Ну, что ж, будем жить дальше. Когда скажет Силуанов, что всего-то 9% дефицит от ВВП, 9,5%, да, а то, что бюджет 10%, ну, что ж, это он умолчит. Пишет вот нам, что Зубов завтра приезжает в Екатеринбург и нужна защита от НОД. Да, если там, вот, ну, наши товарищи в Екатеринбурге слышат, вы там, примите, пожалуйста, участие. Зубов очень приличный человек, и помогите. Причем, даже не нужно себя обозначать, если есть какие-то открытые встречи Зубова, нужно просто на них прийти и внимательно наблюдать, то есть, если какие-то провокации будут, то либо пресечь их, либо, ну, в общем, повести себя грамотно в данной ситуации, то есть, даже не надо ни с кем там договариваться, ну, я имею в виду с Зубовым или не с Зубовым, просто поддержать. Да, еще послушать его лекции, они завораживающе интересны, это я от себя могу сказать, вот, поначалу очень тяжело воспринимаются, а потом в шоке, честно, рекомендую. Поезда по Кирченскому мосту? Вячеслав, как вы относитесь к родноверам, староверам, можем ли мы быть с вами? Конечно, большинство с нами, у нас в группах очень много тех, которых называют там староверами, родноверами. И не только в группах. И не только в группах. Да, с удовольствием. И для нас, в общем-то, люди любого вероисповедования, они братья, так что у нас общая цель, у нас общая идея. Ваше отношение к Ноду. Я извиняюсь, ну, это надо ответить. У меня несколько негативное отношение к Ноду, тем более, что лидер Ноды говорит, что это какие-то чудовищные совершенно вещи. У меня просто башню сносит. То есть, он рассказывает о том, что всю полноту власти надо отдать Вове. А она сейчас в чьих руках? Та власть, которая не в руках Вовы, только по одной причине, что он ее не смог взять. У нее ручки не хватило. Да, руки короткие. А так-то вот сколько он хотел взять этой власти, сколько он смог ее взять, он ее взял. Если ему дать какую-то лишнюю власть, то это не получится. Почему? Потому что он наелся уже, он не может ее взять, просто технически не может. Нам, кстати, сегодня прислали контакты. Я так понимаю, первого зама или не зама, в общем, человека, очень приближенного к Федорову, господину, как раз из НОД. И мы вот подумываем о том, чтобы провести с ними телемост и дебаты, в данном случае уже непосредственно дебаты. Очень было бы хорошо с Федоровым дебаты провести в интернете, прям сказочное удовольствие я получил. Если вы хотите дебаты с Федоровым, ставьте лайк под этим видео прямо сейчас, и это приблизит тот сладкий эфир. А если не хотите, все равно ставьте лайк. Обязательно. поезда по Керченскому мосту пойдут на год позже. Мальцы, почему вы не считаете украинцев братским народом? А кем же я считаю? Я вообще считаю украинцев нашими братьями. Я вообще разницы не делаю между украинцами и русскими. Для меня ну как все все русские. Конечно, может быть, украинцам это как-то неприятно слышать, что я их считаю русским. Ну куда деваться? Ну я считаю вот украинцев абсолютно братским народом, который сейчас отдалили благодаря усилиям Путина вообще на какой-то другой край географии, так скажем. То есть мы на нас моментально даже становимся другим. Потому что ну влияющих очень много систем, очень много систем, влияющих на это. А вот еще, Толч-Толч-Толчка, мы были в Москве, мы с поляком там общались и он говорит, а вы что, думаете, что поляки вам не брать, мы такой же славянский народ? Ну да. Не, ну, если так же говорить, то лет 200 назад и все прибалтийские народы, кроме эстонского, считались славянскими. поезда поезда по Керченскому мосту пойдут на год позже? не знаю. У меня вообще с Керченским мостом очень много вопросов. Это на год позже они пойдут, если мы возьмемся очень хорошо там, понимаешь, так-то они могут вообще не пойти. В Ярославле ремонтируются дороги, не нуждающиеся в ремонте? Ну, это классика, в общем-то, российская классика. Ярославль, это, так скажем, золотое кольцо России, там сам Бог велел ремонтировать дороги, я видел, фотки показывают в интернете очень красивые, как асфальт, асфальт, который ну, хороший, но уже старенький. И его дяденька какой-то красит, чтобы он выглядел как вновь положенный. Там солярочка его поливают или чем, ну, чтобы он черный был, как красота, вроде вот только положили. И напоминаем нашим сторонникам о том, что в Ярославле возглавляет Парнас Василий Цепенда, наш, так сказать, товарищ, друг и брат, и присоединяйтесь к нему в Ярославле. Если вы не хотите, чтобы Ярославль ремонтировали отремонтированной дороги, присоединяйтесь к Парнас и ставьте лайки под этим видео. Рабочие космодрома Восточной планируют бастовать из-за задержки зарплат. Вова вроде говорил, что все вопросы решены, и тут вдруг раз, и будут бастовать. Значит, не все решено. Если даже там, представляешь, какое там давление на людей оказывают, говорят, ну, сиди, молчи, и все равно прорывается информация, что будут бастовать. Я удивляюсь, они на такое малое количество людей денег не могут набрать. Представляешь, какой уровень воровства. Могли бы свой карман дать. Да, да, конечно. Но при условии, что после вот этой прямой линии, где Путину задали вопрос про космодром Восточный и задержки зарплат, авторы этого вопроса задержали ФСБ, если кто не знает, это была достаточно громкая история, даже какие-то обвинения ему, я так понимаю, предъявили, уж не знаю, липовые или нелиповые, но вот так совпало, скажем так. А тут, видите, оказалось, что он еще и не один, поэтому, ну что сказать, классическая система исправления проблемы. Если есть проблема, надо, в общем-то, ликвидировать тех, кто о ней знает, и вроде как проблемы нет. Вернее, тех, кто о ней говорит, знают все. В Орле рабочим выдали зарплату автокраном и станками. Круто. мы видели, как выдают зарплату аккумуляторами, там, какими-то конфетами, там еще, ну вот, чтобы автокранами, какая же должна быть зарплата, каждому, это вот твоя гайка, это твой рычажок, там, ужас, конечно, на всех один автокран, но они могут его куда-то в аренду сдавать. Но это известная история в городе, если я не ошибаюсь, в Самаре, но я могу ошибаться, выдали зарплату кирпичами, поэтому, конечно, если бы мне задали вопрос автокраном, станками или кирпичами, я бы, наверное, все-таки станки и выбрал. Я это к тому, что это не самое удивительное, не самое плохое, чем можно выдавать зарплату. За год численность среднего и младшего медперсонала сократилась почти на 70 тысяч человек. Так, тут вот тролли залезли какие-то отмороженные, надо их почистить немножко. Так, значит, на 70 человек сокращается, уже сократился медперсонал, а количество ментов увеличивается на 64 тысячи, 70 тысяч, с размерной цифрой, да, то есть нужно меньше лечить, но больше бить. Вот такой вот интересный парадокс, да. Они, наверное, рассчитывают, что вот эти 70 тысяч сокращенных пойдут с полицией работать. А вот тут меня спрашивают, вот расскажи там Мальцев, там кто ты, пока не пролилась кровь. Я могу сказать одно, вот я во-первых человек, во-вторых, я как считаю, что помыслы мои чисты, а дела мои благородные. Вот так я считаю. Я на том стою, как вот меня спросили сейчас протестанты, да, как Лютер говорил, на том стою и не могу иначе. Вот так и я, не могу иначе. Поэтому вы можете что угодно говорить про меня, вы можете писать про меня, вы можете думать что угодно, вот эти тролли, просто я о вас думаю еще хуже, так что как-то вы меня уж никак не обидите. Россияне стали чаще и активнее покупать дорогую зарубежную недвижимость. Я думаю, это сюда не просто тролли, это вот как раз вот эти нодовцы зашли. Ну, судя по вопросам и по самой главной компоновке у нас в чате, да, и формулировках и фразеологии в предложениях. В общем-то, это нодовцы. Валеры на вас нет. Почему? Ну, обычно мы как-то разделяем, я карающая рука, а он там подающий информации. Вячеславович, а может, хорошо, что они заходят? Вот они послушают раз-два, там, попишут в комментариях. Да, очень хорошо. И проснутся. Поэтому просыпайтесь, ребята. Вячеслав, вы сегодня очень печальный, неплохо умер. Человек, который я очень уважал, очень уважал, очень любил, как музыканта и как остроумного такого. Конечно, я разбит, на самом деле. КГБшники эти, они в меня энергию влилили, я такой был прям, ух, из меня вся она лилась, эта энергия, вдруг позвонили, сказали, я сдулся. Вот это на самом деле, это несчастье, а это разве, это радость. Война это по кайфу. Россияне стали активнее покупать дорогую зарубежную недвижимость. Да, ну, видишь, понятно, почему стали активно покупать дорогую зарубежную недвижимость. То есть, ломиться собрались многие. И понятно, какие это россияне. Ну да, конечно. Это явно не бастующий космодром Восточный и не сокращенный медперсонал. Ну да. Китаю разрешили перенести два токсичных производства на Дальний Восток. Ну, пока два. Надо написать не два, производства, а пока два. То есть, это первая ласточка. Вы понимаете, с какой скоростью Китай строит. Но если там за три месяца строит небоскреб, то, я думаю, вот эти производства уже будут к следующему лету функционировать. А будет еще целая куча строиться. Так что, в общем-то, неприятная история, но это нужно задать вопрос Путину, Медведеву и всем тем, кто подписал договора о так называемых концессиях. Причем, договора об этих концессиях мы не можем найти на сайтах правительства. Они там почему-то не появляются. Они подписываются и... как называются эти территории? Территории опережающего развития. Да. То есть, вот есть развитие у нас, например, в Саратове. Колоссальное. Минус-минус 70 тысяч этих медиков, плюс 64 тысяч полицейских. А там это опережающее развитие. То есть, там еще круче, чем у нас. То есть, если у нас один завод, например, в Гордом, который уничтожает химическое оружие, то там сразу два построят. Если у нас только одну кумыслную поляну рубят, то там будут рубить сразу тайгу. То есть, опережающее развитие по-путински. Парламент Кипра проголосовал за снятие санкций с России. Ну, понятно, что санкции нужно снимать, чтобы те самые россияне, которые делают покупки, они еще и вливали туда деньги в эти самые банки кипрские, через которые отмывали и так далее. Вячеслав курит, Вячеслав не курит. С 12 октября 2002 года. Я думал, вы еще в минутах скажете, уже. Я мог бы. Я мог бы. Я не сомневаюсь. Кстати, я помню, как я бросил курить. И это было... При условии, что... Вот у меня до сих пор запомнилось. При условии, что вы помните, что вы делали, когда я родился... Да. После этого я не сомневаюсь в вашей памяти. Керри назвал очень откровенным разговор между Обамой и Путиным. Ну, я не знаю, кто говорил с Обамой. И надо спросить Керри, вы вообще уверены, что с вами Путин говорил, да? Ну, кто там на другом конце провода взял там? Мы знаем в этом в комедий-клуб в комедий-клуб как минимум три человека могут говорить голосом Путина, да? А он в Ован и Лексус вообще просто без проблем как разводят этих звезд. Ну, и политиков. Ну, поэтому я думаю, что вот непонятен этот разговор, конечно. Сказали, что там договорились о тесном сотрудничестве и так далее, что Путин, в общем-то, заднюю включил. Давайте Керри порекомендуем. Если он до Путина не дозвонится, ты нам звони. Да. Наш номер есть в интернете. Это такая инвестиция, как бы, да? То есть вы сразу общаетесь на шаг впереди, думаете, да? То есть решаете проблему на шаг впереди. Зачем вам этот Путин? В США скончался беглый агент российской разведки Потеев. Я сначала прочитал белый агент российской разведки. Ну, вот такая информация пришла. Она там вроде как подтверждается. Разные. Он здесь осужден был за госизмену на 25 лет. я думаю, что гибуха к этому не имеет никакого отношения. А кто имеет отношение? Да, не знаю. Сам по себе? Я думаю, что смерть имеет отношение. она приходит тогда, когда, в общем-то, как любовь, да, когда нечаянно нагрянет, да, она так же, как поют, любовь нечаянно нагрянет, а на самом деле смерть обычно нечаянно нагрянет. не боишься, что убьют. Ну, помилуй бог. Но если бы я боялся, я бы разве этим занимался? Конечно, не боюсь. Представляете, мне 52 года, после 40, я говорю, стыдно вообще чего-то бояться, а после 52 вообще как-то, ну, вот. Представляете, скольких проблем я избегу, а? Ну, там, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, там, Путин, Путин. Целую кучу проблем, столько избежишь, там, вот, тебя убьют. Никто не живет вечным. Помнишь, как Фридрих кричал своим солдатам, которые отступали в этом чешском городе, никак не могу название его погуглить, маленький город чешский такой, он бы не был, наверное, известен, если бы там Фридрих не кричал своим солдатам, которые отступали в Каналии, вы что, хотите жить вечно? Ну, вот, я тоже жить вечно не хочу. Посольство КНДР, Поклонская патриот России. Странно у них представлено о патриотизме. А давайте поговорим об этом, это очень интересная тема, которая сейчас педалирует с разных сторон всевозможными патриотами, но при этом, которые понимают, что Путин-то, наверное, все-таки не прав, то есть, логика какая, что Павленский, Поклонская, да, что она там фотографируется с иконой с Николаем Вторым, что она, вообще-то говоря, националистка, у нее там флаги какие-то имперские висят в кабинете и так далее, и она вот изнутри своими хрупкими плечами разрушает этот режим. Верим мы в это? Емко, кратко, лаконично. Мальцев, вы свою почту на Gmail читаете когда-нибудь? Мы читаем почту на Gmail. Конечно, полчаса назад, ну, сколько, час назад читали. Да, хорошо, я не читаю. Нет, мы каждый день и Gmail, и вот про Inbox нас спрашивают, но мы Inbox удалили из официальных почт, если я ничего не путаю, я имею в виду в описании, этой почты нет уже достаточно давно, но люди на зеркалах, которые нас смотрят, почему-то постоянно пишут именно на Inbox, видимо, там где-то фигурирует эта почта в описании, вот, поэтому, ну, мы ее тоже просматриваем, но как-то хотим немножко от нее отходить, поэтому, если вы хотите нам написать, пишите на Народфронт Mail.ru или на 5.11.17 артподготовка gmail.com ссылки есть в описании. Мальцев, как думаете, придется ли вам бороться за вас с другими группировками? Безусловно, придется, вы сами видели, вот, на выборах уже на этом, на съезде, да, парнаса, это что, это тоже элемент борьбы за власть, ну, такое, может быть, зачаточный, за такую, может быть, не очень сильную власть, но власть есть власть в любом виде. Которые тоже не хотели отдавать. Да, конечно. Посольство КНДР проверяет информацию о пропавшем в России дипломате. Да, дипломат КНДР, я так понимаю, вот, Дима спросил меня, а что, куда он делся, я говорю, ну, возможно, он решил, что ему не нравится, когда его расстреливают из миномета. Он, наверное, ну, прислали, как в сталинские времена, помнишь, там отзывали дипломатов, и некоторые не возвращались. Наоборот, убегали куда-нибудь в США и писали малявы, что смотри, там, усатый, да, или рябой, там, если там что-то, я вот информацию солью, и так далее. Так вот, это тоже, наверное, убежал и написал, толстенький, там, смотри. Хотя, я не понимаю, в России бегать себе дороже, его вот выловят, ему надо бежать куда-то подальше, было бы. Так что, странный он выбрал страну для побега. Китаянка родила ребенка в 61 год, после смерти ее единственного сына. Ну, очень, конечно, сильное представление о роде, о своей миссии у женщины. Можно только поаплодировать и пожелать всего самому-самому ей. 60-летняя британка сама родит себе внука. Женщине пересадят яйцеклетку ее умершей дочери. Да, тоже такая жизнеутверждающая история. Тоже хотелось бы, чтобы у этих людей все получилось. Дай Бог им здоровья, чтобы все хорошо получилось, потому что такие вещи, они нас окрыляют, они заставляют нас верить в лучшее. Не в плохие новости, а в хорошие. Эммиграция из России бьет рекорд за последние 16 лет. Ну, можно было бы даже это не зачитывать, это понятно, потому что, если покупают столько недвижимости люди, выезжающие из России, то понятно, что это эмигранты. Это не те, которые купили и вернулись обратно. Нет, это те, которые стартуют. И стартуют они, вероятнее всего, навсегда. Ну, и нам неоднократно пишут наши соратники, которые так или иначе находятся в эмиграции, пишут о том, что они хотят вернуться в Россию, но хотят вернуться в другую Россию, в настоящую Россию, в свободную Россию. И, если помните, мы обсуждали вопросы о том, как сложно будет это сделать, вернуться к себе на родину, если сейчас проживаешь на территории другого государства. Мы говорили, что всячески готовы способствовать таким людям, которые хотят вернуться к нам в новую Россию. Если когда-то из путинской России по той или иной причине пришлось уезжать. К вопросам? Да. Вячеслав, скажите, пожалуйста, что будете делать с Чубайсом? Ну, во-первых, это же не я решаю, это решает, в общем-то, народ, это решает, в конце концов, трибунал, если Анатолий Борисович виновен там в чем-то, ну, значит, трибунал его, степень его вины определит, а не Мальцев это должен определять. Но сейчас так обстоят дела, что Чубайс, наверное, не является, это раньше, может быть, он был таким основным, таким, во всем виноват, Чубайс, как Ельцин говорил, но, может быть, сейчас он не во всем, в чем-то виноват, но не во всем. Поэтому, в общем-то, как-то отошел уже во второй или даже в третий ряд тех, кто будет там отвечать перед новой властью. Такой сложный и серьезный вопрос. Здравствуйте, мои подруги отняли ребенка, они ехали в электричке с фестиваля и были немного навеселе. Отличный развитый ребенок, два года, подруга сходит с ума, не дают даже повидаться. Может быть, у вас есть в Москве юристы, которые могут помочь ей. Очень хорошая семья, муж работает, помогите. Но я думаю... Да, мы свяжемся, конечно. Конечно, мы поможем. Да, напишите нам тогда более подробно ситуацию и контакты свои, по которым можно с вами связаться. Я думаю, что мы постараемся вам помочь. Это какая-то чудовищная новость вообще. Нет, но тут, во-первых, нужно понимать, что значит, навеселе были, если они были в состоянии алкогольного опьянения, это одно. Даже если они вообще лежали в лежку, это единичный случай, за это никто не имеет права отнимать ребенка. Это ребенок. Всякой жизни у людей бывает, и детей и теряют, и что только не бывает, но это мамы, это родители. Здравствуйте. Пишут вам моряки Калининграда. Привет Калининграду и морякам. Что делать с рыбной промышленностью? За все время правления Путина ни одно судно для рыбной промышленности не было построено. Весь флот, как был разворонен в 90-е, так ничем не пополняется. Приходится нанимать иностранные компании. Будем ли как-то исправлять поражение? Конечно, будем исправлять. И плюс мы, что происходит с рыбной промышленностью? Все расхищается. Те люди, которые участвуют даже в мире, участвуют в распределении квот на вылов рыбы, знают, что основная масса квот, я не знаю, сколько процентов, 90 или близко к этому, в России распределяется по воле одного человека. Догадайтесь, как его зовут? Конечно, Вова. Они все прекрасно знают, вот эти экеологи, океанологи, кто этим занимается, что вот эти фирмы аффилированы с Вовы. Это такая велончель, только из рыбы. Когда не будет этой рыбной велончели, наверное, рыба будет продаваться в России. Потому что спрашивают, а почему рыбы-то в России нет? Говно какое-то везут из Вьетнама, с Меконга какую-то рыбу вонючую и так далее. А вот той хорошей рыбы, которую наши ловят рыбаки, мы не видим, она вся в Японии, где-то там, в других странах, где платят нормальные деньги. А все очень просто, потому что коррупция, потому что похищается все, поэтому нужно вернуть на место все. То есть, вот говорят, вы хотите все взять и поделить, мы хотим все вернуть и объединить. Вот что мы хотим сделать. Мы не Шариковы. Это они Шариковы. Это они все взяли и поделили. Вот спрашивают опять про Зубова в Екатеринбурге, как его поддержать. Ну, может быть, вы просто упустили. Мы, во-первых, не знаем, что там будет происходить. Я так понимаю, там будет какая-то встреча. Вы можете погуглить, какая будет встреча, открытая или закрытая, где она будет происходить. Но я так понимаю, если в интернете есть информация, значит она будет открытая. Можете на эту встречу прийти, если она открытая. Я так понимаю, Зубов читает лекции, на которые, в общем-то, приглашают людей, поэтому вы можете туда прийти и вам будет полезно. Ну, и просто быть готовыми, да, в случае, если будут какие-то провокации. Не нужно там никого пугать, там, я не знаю, с оружием приходить или что-то еще. Но если кто-то там захочет покидаться тортами или какие-то еще пакости неприятные сделать, то нужно этих людей очень вежливо, как тот насильник, остановить. И насиловать. Нет, ну насиловать не нужно, конечно, можно проводить домой, объяснить человеку, что он неправ. Грамотно себя вести. Екатеринбургским сторонникам Михаил Борисов, председатель Парнас-Екатеринбург, посмотрите на сайте, его контакты там есть, тоже адекватный наш человек. Когда будут созданы сообщества по городам? Вот Дима говорит, то есть сейчас в каждом городе у нас есть представительство партии Парнас, то есть там можно смело тем людям, которые работают открыто, потому что есть как бы другие группы, ориентированные совсем на другое, но те, кто работает открыто и никого не боится, они могут смело приходить в Парнас и в общем-то помогать на выборах, я думаю, что могут работать с представителями Парнаса, если вдруг какие-то сомнения, то во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иваново и Костромы, да, то есть вот такие у нас неприятные как бы моменты в регионах во всех остальных могут из своей среды, то есть из вот наших зрителей артподготовки выбрать бригадира на выборы, который будет контактить с руководством Парнаса, те люди, которые хотят, могут вступить в Парнас, но мы сейчас вот начнем избирательную кампанию и будем более как бы точно видеть что происходит Вячеслав Арий пишет, да, будем видеть более точно что происходит и можем как-то моделировать вот эту конструкцию нашу политическую. Да, еще вот многих задают вопрос почему мы сейчас не едем, потому что пока что еще центральная избирательная комиссия Российской Федерации не зарегистрировала список партии Парнас, а также одномандатников поэтому мы не имеем пока что законного права агитировать за партию. И спрашивают меня приеду ли я в Москву после выборов в Госдуму и победы Парнаса. Конечно, я приеду чтобы работать в Госдуме, но очень много буду ездить по регионам, конечно, потому что у нас 5-11, вы понимаете, то есть нам это главная задача, а не Госдума. спрашивают когда Дмитрий Игнатьев приедет в Балашов, Игнатьев ты денег что ли задолжал кому-то? нет, Балашов, Игнатьев, Дмитрий вот выяснили, вот у нас какие проворные зрители, да, Игнатьев Дмитрий идет по Балашовскому одномандатному избирательному округу в Государственную Думу, в который входит часть Саратова, Балашов и окрестности. Балашов, большой привет, мы к вам приезжали однажды в 2012 году, вместе с вами боролись против вот этих ликероводочных мафиось, и я к вам обязательно приеду по совместительству Максиму большой привет, Балашов, жди. Спрашивают, какое мое любимое блюдо, я тут не знаю, всегда когда спрашивают, я говорю, все равно же не поверят, что рассказывают. Когда я ем мясо, у меня самое любимое блюдо это перловая каша из банок с мясом, больше всего я это уважаю, люблю, у меня, говорю, слюнтикут, когда я не ем мясо, а больше часа времени я его не ем, у меня любимое блюдо это луковая подливка с чем угодно, с рисом, гречкой, макаронами, с чем угодно, то есть много-много лука и много-много томата, томатной пасты, и все это жарится, вначале лук обжаривается, потом, ну, долго рассказывали, и я, кстати, очень долго готовлю это блюдо, но это самое любимое, я очень прям обожаю, больше ничего не надо, все, кто пробует, думают, что там грибы, что там, ведь я в армии научился, ну, суп из топора, но без рыбы, как говорится, и вот, лук, томат, ну, так там, горчица, конечно, какие-то другие ингредиенты, а чувствуются в этом грибы, какие-то там, баклажаны, люди говорят, там баклажаны или кабачки, я говорю, нет, там только лук, так что, ну, хлеб люблю очень, начало, Руслан у нас, из Удмурти, смотрит с дочкой уже, который день, и дочка просит, пригодать по-девет, Алсу зовут, да, как? Алсу, Алсу, привет, привет, так, что еще, вы что, охренели все, ведь сейчас жрать на ночь пойдут, да, не, не, ну, я прошу прощения, покушайте, поставьте лайки, от души покушайте, давайте сегодня забудем о фигуре, привет городу Новохоперск, просит передать, передаем от всей души, город Новохоперск, привет, вам Яровая нравится, как женщина, нет, не нравится, а есть кто-то, кому Яровая нравится, как женщина, знаете, Яровая, как женщина, ну, и в пусу, и в ужасах, сейчас люди скажут, езжай в Балашов играть, это все мы не хотим, да, не, я просто считаю, что ей надо быть женщиной, а не политиком, потому что политик из нее, и законодатель ужасный, я, я хотел бы, конечно, сказать, но на меня все обидятся, ладно, ах ты же, ана ненавидит, не надо, тогда не говори, ну, зачем, да нет, я шучу, конечно, я прекрасно отношусь к женщинам, Ярославскую область, городу любимому, передаем привет, очень требует, вот спрашивают, почему за кадром, меня это очень, я начал комплексовать, вы вводите меня в депрессии, почему за кадром все картавят, я не картавлю, я не картавлю, не так, как я, но есть, жуть, я сейчас, я закончу эфир, я пойду к логопеду, и принесу вам справку, что я не картавлю, мальчик, скажи на мил, чем разница бунт и революция, как вы видите, да это, стихотворение, да, помнишь, этот, синоним слова бунт, синоним слова бунт, протест, не брать, восстание, ну ладно, я забыл, святворение, ну в общем, вот синоним слова бунт, окончен неудачей, да, в противном случае, его зовут иначе, как же, погуглить, я забыл, слово забыл, ведь, слово осталось, забывалось, то есть, если бунт, оканчивается победой, то он называется революцией, а если не оканчивается победой, то он называется бунтом, вот так, мятеж, конечно, но мятеж всегда окончен неудачей, в противном случае, его зовут иначе, да, вот, слава богу, что есть интернет, слава великому интернету, время у нас, да, спасибо, что вы нас смотрите, до новой исторической эпохи, осталось, 483 дня, 483 дня, и час еще, полтора часа, полтора часа назад было 584, то есть, у нас по 101 день, подписывайтесь на канал, артподготовка, подписывайтесь на наш запасной канал, «Безумная Грета», ставьте лайки, кто еще не поставил, ставьте лайки, да, 6500 лайков у нас сейчас, но как-то, наверное, мы пока на уверенную позицию в 7000 выйти не можем, не можем на 7000 выйти, а нужно, хотя были на ней уже, и были там полнедели, и как-то мы так расслабились на таком подъеме, но я думаю, мы это очень-очень скоро преодолеем. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует...